Пускнеть, поцветать, придётся его ещё открыть. А так, и в немцы там сделали даже вот на югку кампе, годы жизни написали. Не скалдурили, как обычно, ребят, делали. Молодцы! Я с... ...соблизно было. Идёмся дырки прям. Ну, собственно, марципан, и вы в Компале когда-лили? Нет. Да, да. А можно объяснить? Как вы делали марципаны? Немецкий марципан? У нас были мужчины с Урала, и они думали, что марципан – это сыр. И когда сказали, что марципан едят с шоколадом, с молочным, с тёмным, они на нас так посмотрели, как ну, из низких наизвращенцев каких-то, будто мы её едим, что-то такое очень странное. Потом они попробовали, поняли, что это слабое, что это вкусно, с шоколадом – это всё нормально. И радостное совмещение посмотрели, что всё нормально и нормально. И вот такой ингредиент марципана – это миндаль. Самый простой рецепт – это измельчённый миндаль. Получается, миндаль очищают, измельчают, потом смешивают с апельным сиропом. Ну и, по сути, это уже готовый марципан. Вот в домашних условиях получаются где-то вот такие вот пирожки. А здесь фотографии показаны, как делают это на фабриках. В больших чанах при каждой цехе выполняют определённую свою функцию. И марципан по эластичности такой же, как пластилин. Кстати, муку в него не добавляют. Делают муку из миндаля, и это идёт очманным ингредиентом. Практически такой же по эластичности, как пластилин, поэтому можно лепить абсолютно всё, что душе угодно. И когда это поняли, начали делать различные формы из мрамора. Вот эти вот все мраморные. Брали мрамор, потому что он очень гладкий. То есть свинки уже из марципана. Свинья, наверное, вторая подробность популярности фигурка, потому что немцы обожают марципан. И у них свинья – это всего благополучие, достатка. И есть даже традиция, они все её исполняют под Новый год, подкрадывать свинью. Если вы получаете марципановую, это там чуть ли не лучший подарок. То есть у них подложить свинью – это то, что надо. Это вообще прекрасно. Это, да, то, что надо. То есть всё хорошо. А у нас, если вы так кому-то делаете подарок, будете долго оправдываться, что вы не хотели с человеком поругаться и имели продукт только всё хорошее. Вот. Здесь различные упаковки представлены, когда началось фабричное производство. И сначала делали упаковки для марципана металлические, деревянные. Потом для снижения цены, но не за счёт качества продукта, начали делать. И картонные сейчас чаще всего картонные, а металлические, деревянные уже делают такие супер подарочные, когда они в прошлом, и вот что когда-то это было. Вот. Тут ещё у нас… Вот здесь вот, допустим, в музее они расположены. Это часто думают, что рецепты марципана, марципан так никогда не записывали. А это счета фактуры. Рецепты хранились, записывались и хранились, записывались звонками, чтобы, не дай бог, никто не узнал. Вот это такая супер тайна. Опять же, мраморные формы, их используют для украшения тортов и подачи изделий для очень-таки богатых людей. А это то, что касается именно кинезгерского марципана. Кинезгерский марципан отличался тем, что его запекали в печи, решили, что смешать миндаль и сахар как-то слишком просто, что это такое. Решили его запечь. Сначала его запекали в печах, но он получался слишком сухим. И для этого придумали специальные горелки, чтобы подпекать только сверху. А внутри он оставался таким источным и вкусным. И до войны в Кенигсберге было больше десяти фабрик. Самое известное – это вот этот как раз-таки Швермер. И это единственная фабрика, которая осталась. В 45-м году они уехали вынужденно с Кенигсберга. Мечтали вернуться, надеялись, что все-таки вернутся. Но этого не случилось. Уже, наверное, нет. И они обосновались в городе Батверискоффили, смогли открыть фабрику. Ну, по сути, знают только рецепты. Все остальные фабрики закрылись и с концами. На этой витрине также представлены различные формы, литература, моделирование книги-рецептов. И наш кондитер сделали два слепка с этих форм, чтобы было понятно, что уже из них выходит. Верхний – это запеченный, а нижний – это чистый марципан. Вот. Угу. Вот этот чистый. Да. Да. А это уже вот… Это фигурки. Это такой у нас мини-детский уголок. А чем красить? Пищевыми красить или пищевыми, или натуральными. Там, смотря какие цвета. Вот. Этот был найден при реставрации ворот. Реставрация была в 2014-2015 году. Ну, и, так сказать, эти остатки. Потому что в 2000-м здесь был пив-бар и ворот очень известный. К нам до сих пор заходят дядечки такие со шлейфом очень прекрасным. И говорят, когда здесь был пив-бар, было лучше. Ну, кому-то пив, кому-то на рассыпан. Тут, как бы, ну, ладно. И, вот здесь на фотографии видно, что здесь был ров и мост. А это было все на отходе в город, то есть с той стороны. Но мы тут засыпали. Просто сейчас очень сложно. Так, а вот это что? Это марципан? Нет. Нет? Это остатки былой роскоши. А вот это ваши зубры? Это наши зубры, да. Чистый марципан. Причем у нас летом, когда они были в натуральную величину закрыты на реставрацию, все экскурсоводы поделились к нам, чтобы показать зубров. То, чего красят, как раз и нет. Может быть, чтобы никто не покрасил на Пасху. Да. Может быть. Этот домик смотрителя находится возле высокого моста. Это если ехать по Багретиону, как раз мост выйдет на рыбную деревню. Самая известная легенда с этим домиком связана. Баран Хаузен вечером припарковал свою лошадь возле столба. На утро проснулся, а лошадь была на крыше именно вот этого домика. Именно вот этого домика? Да. А это вот марципан или нет? Да, это часть марципана. А это кто сделал? А вот эта часть все, это наши все кондитеры калининградской фабрики. В Калининграде с 2015 года работает фабрика марципанная в Мальце. Красивые шахматы с Калининградской фабрики. И вот это вот все тоже работа уже, да? Современные вот этой фабрики. Да. Которые, то есть это ваши ворота. Да. Шахматы, которые прям с... Не отличишь просто. Да, с открытия музея все от них в восторге. Ну, наверное, что можно походить. Есть такая... Не, потому что вообще не так смотрится даже, я бы сказала, как будто уже вот шахматы, которыми пользовались. Вот. А вот это как раз таки мандаринки, которые похожи на булочки. Не, очень давно. Им, наверное, года четыре, может больше. Вот они и выцвели. Да. Вот есть мандаринки. Похожи на булочки, да? Они не похожи. Вот. Ну, и здесь тоже представлены формы. Они алавянные. Вообще оловы выделяют вредные вещества для выреза человека. Но там в начале... В 19-м, начале 20-м века об этом не знали. И главное, детям нравится. Дети счастливы. Есть всякие сладкие кукурузы. То есть вот эти курубочки. Да. Помидоры. Грибочки. И орешки. И сейчас не прав, не олово. От чего производства не используется. Используется специальный пластик. Там у него очень сложное название. Вот современный материал. Да. Вот. Кстати, по моменту играть на фурцепану можно поиграть. Ой, я могу. Оно 1908-го года. Губиляр. Не из бурцепана, надеюсь? Нет. Есть свечки из бурцепана. Так. Ну, попробуйте поиграть. Можно? Конечно. Давайте. Что-нибудь еще давайте исполнить. Звук. Так. Хороший. Звук очень хороший. Приятно. И мелодия хорошая. Не помню. Как-то так. С одной из фисташков. Вот у вас есть зайчики. Вот эти. Да. Это вот фигурки. Максепант. Без шоколада, качественная компания, здесь 44% менталяк, это 48%, считается очень высокий процент. А сколько срок ранения? Ну, чуть меньше года. У каждого изделия. И с ананасом и с апельсином в начинке у вас. Вот есть смысл разный пробовать, вот и кашечка, вот эти идут по сваще, если вам нравится, это качественная компания, что я посмотрю. Ну, вам-то понравилось? Ну, я люблю с белой начинкой. Они же в основном все с белой начинкой. А что значит с белой начинкой? Нам про себе миндаль очень полезный, это особый орех. Нет, это понятно. Да. Я про вкус сейчас. Это мы поняли. Не передать. Это надо попробовать. Это очень особый вкус. Ну, сейчас попробуем, наверное. Возьмите. Кофе с мандаленом, да? Еще тогда вот таких. Сделай еще. У меня марципановый кофе точно не где. Ну, как? Ммм, вкусно. Очень вкусно. Вкусно. Очень. Держи. Давай второй открывай. Второй чем? Яйцо. То было сердечко. Ммм. А вот это как мальчик шоколадский, да? Ну, очень вкусно. Сейчас здесь еще попробуем. Смотрите. Марципан сам по себе сладкий. Ну, откуси. Мандаля и сахара. Но есть... Да, и такой горьковатый привкус мандаля. Просто прекрасно. У меня горьковатый не зашло. Потому что один красок мандаля, али 44. Ну, прекрасно. Хоть узнали, что такое настоящий марципан. Очень красиво.